Накануне по всей стране стартовала акция под названием «Мы работаем». В рамках нее различные предприятия от мала до велика рассказывают и показывают, что несмотря на санкции, работы у них продолжаются. Наша республика не осталась в стороне. Самый крупный в России завод по ремонту локомотивов, более известный как ЛВРЗ, тоже принял участие и показал все свои рабочие процессы. Как вам это отработается? Да ничего вроде, нормально, 20 лет уже отработал, 22. Все время на одном и том же станке. Расскажите, чем вы тут занимаетесь? Ну, как, обработка бандажа по кругу катания. То есть колеса готовим для локомотивов. Именно на этом станке что с ним происходит? Доводим до размера положенного. Стоит отметить, если даже возникает дефицит на какой-нибудь товар, то заводу это не страшно. Все потому что… «У нас и чугуны литейные, и стали литейные, и кузнечное производство. Я же говорю, что продукт мы начинаем от куска металла, заканчиваем уже непосредственно продуктом, шестеренкой, тормозной колодкой, колесом. Все производится здесь у нас, на территории Лонденского локомотивовагона ремонтного завода». Также всем сотрудникам завода полагается полный социальный пакет. «У нас очень большой социальный пакет. Такого коллективного договора, как на нашем заводе, нет ни на одном предприятии города Улан-Удэ. У нас выплачивается компенсация стоимости проезда железнодорожным транспортом. Авиасообщение мы компенсируем, когда работники раз в год едут в отпуск. Раз в год железнодорожным транспортом, раз в два года самолетом для работников и их детей». Также у работников индексируется зарплата два раза в год. И тем, кто имеет детей, есть возможность отправить его в оздоровительный лагерь, оплатив только 10% от всей стоимости путевки. «Санкции, по крайней мере, я пока еще не ощутил никак. На работе нашего предприятия, по крайней мере, пока никак не сказывается. Комплектующие вовремя, обеспечение материалом так же непростое». Сейчас на заводе трудится более 5000 человек всех возрастов. Эдуард Жемсаранов, Санджи Шакжин, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».